всем доброе утро мы с вами едем на экскурсию по поручению от подсолнечной кухни конечно делим на экскурсию с вами русский магазин русский магазин у нас тут коннектикуте есть пока который поближе к нам городе норму а ко мне ехать хороших 40 минут вот естественно это никого не останавливает если вы хотите поехать порадовать себя и своих близких любимыми продуктами а вот зачем езжу я а я постараюсь конечно это все снять и показать вам магазинчик очень маленький в этом есть свои плюсы и минусы минусы в том естественно же выбор продуктов почти никакой если есть что-то то это один бит два максимум плюс в том что а ты очень хорошо знаешь продавцов которые в данный момент являются и владельцами этого магазина вот и если не дай бог ты купишь какой-то некачественный продукт со мной это случилось один раз даже если купишь это некачественное приедешь другой раз и ты скажешь им что вот я у вас приобрела нечто вот естественно обратно я это не повезу и не буду им показывать что вот я купил у вас такое такое дело она никуда не годится но у меня это произошло с ряженкой причем не со мной а подругу которую я привезла с тобой плену которая давным-давно собиралась в этот русский магазин приехать наконец-то мы с ней собрались вот я ее привезла показала и русский магазин она купила ряженку ряженка была старая когда она открыла эту крышечку под крышечкой была плесень мы когда приехали она подумает лада я дома открыла ряженку ряженки такое такое дело я приеду я им скажу вот я приехала на другой раз я приезжаю где-то раз в месяц раз полтора месяца не часто я езжу туда я приехала я им сказала ребят и так такое дело ряженка была запресневевшая они правда дали мне бесплатно бутылку ряженки на этот раз то есть я уехала с ряженка которую я не передала но это еще было до того когда там была другая хозяйка которая занималась была риэлтором и одновременно не было как она любила таким образом экономить вот потом эти ребята которые не продают вася и света они по-моему нет магазин вы купили каким-то образом и теперь они и хозяева и продавцы там то есть у них постоянно все более-менее свежая друзья не попадала еще переделки с ними чему я говорю что хорошо как наш хозяев хорошо когда не знаю тебя что приедешь ты потом скажешь это касается особенно мер икры и зачем мы едем русский магазин потому что вот я приезжаю я прошу там у них замороженная икра подают свежим свежемороженая то есть не в банках не в этих не консервах а свежемороженая кран они не размораживают они не расфасовывают то есть она как была в этом подносике пластиком замороженная так она и продается то есть неудобно то что там полфунта фунта не полфунта пришел фунт 450 грамм на то что мне надо брать фунт игры которые стоят 52 доллара не на 52 доллара было же только за икрусь и этой игры хочу или я могу это взять консервочку там за 10 долларов да ну опять таки что я консервы куплю я не знаю или вернее я догадываюсь очень хорошо что я куплю консервы это будет соленая с очень хорошим вкусом рыбы может быть даже и горьковато эта игра которая заморожена это будет свежая малосольная вкусная икра она и стоит у детей то есть ее выгодно брать потому что вы берете очень качественный продукт но сегодня я еду договорилась со своими знакомым который был пройти не хотел взять и банку икры но потом мы доверяем что я ему возьму икру тут потому что опять таки так хозяева плохое не посоветуют я знаю что я потом приеду и скажу что вы мне продали такое что ребята я не отмер от вас не ожидал они к этому относятся очень серьезно но икра икру меня любит мой ребенок очень мой американский ребенок которого его и гены проявляются таким образом папа наш конечно икру не ест американцами не дай бог рыбьи яйца они это не едят но и хорошо больше нам достанется вот для себя любимая еду за семечками семечками другая проблема семечки у нас стоит в этом русском магазине по крайней мере как икра пачка бабкиных семечек вы наверно знаете такой бренд да покупаете видели пробовали не раз пачка бабкиных семечек которые там по моему 500 грамм стоит 699 по крайней мере стоило еще когда я там было я так подозреваю что он уже стоит намного больше чем 699 час сейчас мы приедем увидим посмотрим насколько я была не права вот пачка семечек 7 долларов кому-то сказать никто не поверит потому и когда я на украине я стараюсь набирать семечки всяких разных каких я могу вот так что сегодня мы посмотрим сколько стоит семечки потом ну ряженка естественно которому очень какая-нибудь соленая рыбка или копченая солененькая вот из нарезок я обычно беру какую-нибудь колбасу типа эстонская там московской что еще может что-то там из какие-то закруток а чай конечно мой любимый чай который называется royal elixir царский эликсир королевский высокая такая синяя банка очень вкусный крест крупно листовой чай немножко со вкусом бергамота самую малость то есть настолько мало там бергамота добавлено что вы чувствуете сам вкус аромат чая и чай что по вкусу что по цвету абсолютно невероятность вот такого не пропали и у вас есть возможность купить вот этот королевский эликсир который я даже привозила на украину своим знакомым которые говорили что такой чай вкусного никто не пил мама я его обожаю конечно вот так что едем еще за таким чаем ну вот пока я перестану болтать потому что мне сейчас тут надо выезжать на трассу сконцентрировать внимание когда мы приедем в норвак будем подбираться в магазин я обратно это все покажу в принципе я уже приехала на главную улицу тут так называемый мейн стрит норвоке я не знаю что мне надо тут сейчас аккуратно смотреть есть ли у них парковка под магазином потому что если парковки нету то мне надо будет найти есть парковка есть парковка есть парковка это запарковалась прямо тут около магазина вот написано made in u.s.r розочный магазинчик сейчас я так вылезу чтобы я никого не давила открываемся и открываемся и на мелочи ухали Мы вернулись из русского магазина с растратами 200 долларов, 173, то есть почти два дня я работала, на все это удовольствие, но оно того стоит, эстонская колбаска, тут у нас полфунта стоит, она дорого у них, она стоит почти 10 долларов, то есть у нас тут на 5 долларов, вот видите, шоколбаска, вот наплакал, чисто так порадовался, вот, на самом деле зачем мне еду, это вот масло, 4,29 оно у нас стоит, ну, поскольку больше в ней взять негде, вологодское масло, оно очень-очень вкусное, вот именно взбитые сливки, вот, так что, как и написано, sweep with butter, то есть как оно и есть, взбитое масло, свежайшее, ну, второе, зачем мы едем, это за красной икрой, red caviar, тут у нас 44,54, фунт икры, 400, а, фунт икры, это число, 400 грамм, вот, и у нас тут ее, ну, почти фунт, у меня лакомство взяли пельмени, но при пачке, скук, свои уже летит, мне некогда, я работаю каждый день, я взяла, будем пробовать, мы когда-то разочаровались в одном виде пельменей, а это есть какие-то, вот такие, вот, вот такие, бабушкины бульонные пельмени, они поменьше, вот, сюда мы брали, мы покупали вот такие вот, с курочкой пельмени, они очень крупные, они побольше, вот, но они, как-то последнее время, они утверждают, что они у них тендные, я очень в этом сомневаюсь, вот, Разве что вот тут вот их залетляют руками, а все храняя, я сомневаюсь, это ручная. Вот, но они как-то испортились после этого времени, полетел очень маленький. Вот. Но я уже не брала их, наверное, за год. Так что взяла такие бульонные, взяла такие бульонные. Это куриные, а это кивачи. Нет, не рассмотрела. Ну ладно. А зефир в шоколаде нам дали бесплатно. 7,69 тут. Это нагрузку, так сказать, бонус за потраченные 170 долларов. Вот, так что вот такая вот у нас красота. Семечки тамбовские волки, из которых я не живу. 6 долларов стоит такая вот пачка семечек, в которой 400 грамм семечек. Вот. Это, я же говорю, лучше икру покупать. Но поскольку я семечки люблю больше, чем икру, то каждому свое лакомство. Мне свое, леди свое. Вот. Ну вот, тут у меня три своих пачки. Две я взяла кое-кому, кто меня попросил. Леди мои любимые шипучки конфеты, которые она очень любит. У меня 3,39 они стоят. Вафельки Арте, ну не знаю, это, наверное, около доллара. Печенье топленое молоко сахарное. 430 грамм, оно стоит 2,99. На седино скаток. Вот. Бублики мы любим наши, которые с ванилью. Ванильные бублики. Лидочка буду брать себе в школу у нас. Две пачки ряженки по 4,69. Вот. Ряженка. Сейчас открою и покажу вам, как она выглядит. Такая вот красивая, коричневая. Мне надо разболтать, потому что сверху вода мне там собралась. Ряженка это очень хорошая. В стаканчик сейчас и налью. У меня моя любимая ряженка. Мы обычно берем ее другую. Не эту фирму. Не лайфу, а крестьянская ряженка. Вот. Она красивая. Очень бежевая такая. Бежевая, бежевая. Вот именно как цвет топленого молока она должна быть. Но она жидковатая. То есть они уже что-то тоже химичат с нею. Потому что та, которую я другую брала, она вот ее наливаешь из бутылки, она из бутылки так плюк-плюк такими кусками прям выскакивает. А это уже такая жиденькая. Ну, в общем, поработали на ней. Лида какой-то сок выпросила. Приправа для плова. Тоже, наверное, там 99 центов она стоит. Я каждый раз еду, каждый раз набираю плов, готовлю часто. Крупа 10,99 за 3 килограмма речки. Вот. Ну, я на этой неделе сварила последнюю гречку. И как бы у меня уже паника наступила, что у меня нету гречки. Но этой гречки никак нельзя. И взяли такой вот серый хлеб. Называется михалай. Вот. Попробуем. Вот. Попробуем. Со свежим маслом, со свежей икрой будет очень-очень вкусно. Так. И что еще? Ну и пачечку вафелек. Вафельки мы с фаршем делаем. То есть у меня где-то были рецепты вафельные улиточки. Я прикреплю вам ссылочку, если вы хотите это попробовать сделать. Ну вот. Такие вот наши покупки в русском магазине. Вот. Радость всем. Всем спасибо, что вы нас смотрели. Возвращайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok